Что тогда? Медитация, да? Садимся в удобное положение, расслабляемся. Отпускаем все беспокойства, проблемы, страхи. Ощущайте, словно вы как будто исчезаете из этой жизни, как будто проваливаетесь в новую реальность. Бесконечное пространство света. И вы чувствуете, как начинаете растекаться в этом пространстве, как капелька масла падает на поверхность воды, растекается тонким-тонким такой плёночкой. И вы тоже растекаетесь в этом пространстве безусильно, то есть вы не включаете ум, вы ничего не хотите, у вас нет никаких целей, вы просто растекаетесь. Как вот вы приходите вечером, вспомните ощущение, когда вы касаетесь подушки, у вас возникает такая внутренняя радость, что наконец-то день закончился, можно расслабиться. и вы растекаетесь, пока не уходите в сон. Здесь то же самое. Отлично. Продолжение следует... Поехали. Продолжение следует... Представлять, что пространство светоносно не обязательно, вы просто чувствуете, что оно таковое. Любые образы, которые возникают перед вами, вот представьте, словно возник картинка, лицо человека, и вы ее сразу растворяете в этом пространстве света. Или ситуация возникает, вы ее тоже растворяете в свете. Сколько картинок бы не возникло, вы все растворяете в свете. И вы должны чувствовать я свет, я бесконечное, всенаполняющее пространство света. Продолжение следует... Мысль ушла куда-то, снова растворили в свете, и опять ощущаете себя пространством. Это не просто медитация для расширения сознания, когда вы сидите вот в таком вот всеохватывающем пространстве, особенно светоносном, происходит гармонизация всех внутренних процессов. Корректируется ваша судьба, то есть очень многие узлы кармические развязываются. Обучающие ситуации исчезают, потому что в этом состоянии они уже не требуются. Продолжение следует... Если сложно пребывать в пространстве, вам нужно тогда какой-то фактор, привлекающий внимание. Например, вы можете представить, словно сверху льется поток света. Или вы можете ощущать, как он вас пронизывает. Тоже очень помогает, чтобы хоть к чему-то ум привязать вначале, потому что это слишком непривычно. Я и больше ничего нет. А когда есть Я, поток, этот поток что-то делает самое благостное, это, конечно, более приемлемый такой вариант. И ум успокаивается. Просто наблюдайте, как этот поток через вас проходит. Можно ощущать, словно через вас льются благословения мастеров и святых. И... И... Или нет ложки? А, вот это... Итак... Подпишись! Продолжение следует... 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 руками, со вдохом всех и все обнимаете, с выдохом включаете и прижимаете к сердцу, как часть себя, как дорогое, близкое, родное, и снова вдох, всех и все обнимаете, с выдохом прижимаете к сердцу, и так некоторое время вы сидите, ощущая, что мир, в котором вы находитесь, это игра вашей ясности, вашего осознания, он неотличен от вас, вы его генерируете и проявляете здесь. Да, он разный, он многообразный, но в нем нет конфликта как такового, есть переливы цветов, как на радужном пузыре, но сам пузырь не конфликтует ни с чем, то есть это пространство в целом не конфликтует, это просто игра. Кто-то играет в одну игру, кто-то в другую, кто-то играет в недовольство, кто-то в радость, кто-то в обиду, но это игра, и вы настраиваетесь на такое ощущение, что это просто удивительная игра мироздания моего сознания, в котором я как приглашенный такой участник. И когда встреча завершится, вы просто продолжаете эту настройку, с каждым вдохом-выдохом вы включаете и прижимаете к сердцу все объекты, все, что воспринимается в вашем поле зрения. Вы почувствуете, что ваше внутреннее состояние наполняется энергиями, которые раньше, если не отторгались, по крайней мере, точно не включались, когда воспринимались отличными от вас. Эта целостность очень много что раскрывает внутри и как понимание, и как состояние, и как новые возможности, которые неожиданно прийти просто потому, что вы позволили этим энергиям войти в себя и стать продолжением вас. На этом наша встреча завершается, я благодарю всех за участие. Оставайтесь пространством радости и любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова